доставьте зверолом медикаменты пока он еще уже тут две недели мы ходим стопроцентной одежде гламурный отчиненный просто до блеска вот так вот из-за этих огней упал мой самолет я чуть не погиб в аудиокатастрофе теперь нужно найти со мной был пассажир кобер надеюсь нет жесть вылит она что-то стать что еще больной чувак у тебя 31 килограмм из 30 до так свободы никогда не был ты можешь прыгать тут по снегу и кричать от груза моего вообще замечательно то есть пять минутик раз три палочки вот сейчас еще три палочки уже 6 доверия джереми поднята да это шумба ё-моё ты не видел этого чувак привет ты на канале генерала меня зовут виталий мы продолжаем играть в игру в общем я не знаю эта серия возможно там выходит выйдет вышла для тебя уже вышло на youtube с опозданием это как бы объективным причинам возможно я успею возможно я смогу возможно вообще не смогу эту серию снять я не знаю ты видишь эту серию слышу мои слова значит мне удалось у меня получилось все дело в том что у меня большие проблемы с компьютером на котором я собственно это пишу пишу эту игру пишу пишу видео за свои потому что у меня просто посыпался жесткий диск на хрен я писал за hunter у меня процессе игры но это правда внезаписи было потому что я пишу там 30 секунд пишу там час играю как бы на паузе драйвера отвалились на видеокарту меня просто все переключила мне просто все вырубилось у меня синьку на чуваки дать хрен знает чё я там битые сектора эти стабилизировал на жестком диске то есть они метам давно уже появлялись все чаще 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 они просто начали в последнее время появляться блин и просто то есть пропадают данные которые в этих секторах записаны то есть взяли на это раз пропали просто драйвера видеокарта то есть какой как там стабилизироваться ситуацию попробую поставить драйвера они не ставятся говорят блин уже драйвера установлены блин я кое-как там почистил кусочки какие-то там которые остались от прежних драйверов после этого мне драйвера написали что у меня видеокарты нет в компьютере то есть просто ад какой-то я окончательно залечил жесткий диск переставил windows и вот сейчас я вот на новый windows пытаюсь как бы это писать я не знаю про сейчас я буду писать писать что-нибудь потеряется на жестком диске там информация следующем левели в игре я не знаю там все что угодно может поэтому я ничего не жесткий диск новый заказал при и через послезавтра приедет до послезавтра приедет я поставлю из излишку из излишку то есть твердотельный жесткий диск на котором уже ничего не может потеряться потому что там тупо нет сектору в приличном понимании как это выглядит на hdg на хрена харде то есть это будет он скоростной будет надежнейший на века просто быстрый быстрый то есть меня все загрузки тебе игры начутся просто дура все что зависит от жесткого диска там просто будет моментально выполняется то есть как флешка такая нового большая такая можно вставить компьютер с большим объемом поставить винду на нее а ты все начнут просто летать летать там нет никаких подвижных частей можно бросать кидать ударять об стенку и ничего не будет жестким это уж флешка не знаешь конечно такое среди дорогая хрень ну блин я все поставлю и забуду эту блин этот этот мрак просто с этими битами секторами с этими блин этими вот в общем надеюсь удастся мне записать по серию собственно все теперь перестану это самое как бы это ну мне нужно было чуть-чуть выплакаться своих проблемах блин мои проблемы как бы ну проблемой канал сразу возникает так собственно windows я переустановил не знаю что по настройкам поменялось это вроде посмотрел перед записью вроде нормально все по видео настройкам по всяким настройкам так все отлично так мистер струба за так все сохранение значит все нормально сохранение минута пробник по настройкам все нормально такой же fps такой же все так все вроде так надеюсь винда позволит не записать и поживет это жесткий диск хотя бы еще дня 23 я еще запишу несколько видео у нас последний ряд остался бутылочек на самом деле нам достаточно почему я кстати это же она же останется это вода вся потому что нас по заданию чего надо нам по собственным это в прошлых сериях облутали облутали полностью всю эту локацию данную полностью всю залутали нам необходимо вот тут еще этот осмотрев говорил в прошлой серии что там осталось это все фигня нам короче надо вот сюда в дом зверолова а дальше мы уже разберемся идти по 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 сюжету по сюжету нам идти надо так играл какое-то время тут комплин восстанавливал два дня кое-как тут винда она кстати уже то с багами работаете все так прямо это может дальше осыпаться начинает смогу хотя бы записать пару серий блин иначе там youtube заглохнет мой канал по крайней мере и тут не заглохнет честно будет так где эти блин квест это а вот доставьте зверолом медикаменты пока он еще живет да он брендом сдох уже тут две недели умер там уже так собственно и приступить а посмотреть что тут где-то что-то взять я не помню то я что-то храни хранил надо посмотреть чего где есть и короче сейчас разберемся так собственно собственно чего я чего чего ты видишь данный крана тут потому его видишь потому что я немножко посмотрел там учащики до этого сейчас я вспомнила вспомнила самом деле что я еще хотел да это сделать есть вот такая ачивка я вот сейчас мышкой как бы ее по ней вожу ты на ютубе видеть не будешь вроде как так короче верхнюю сама смотрите списке следуя моде называется заполните все ячейки для одежды предметами в стопроцентном состоянии я не знаю работает ли это здесь в режиме выживания моим блин заговорился в режиме в режиме этой сюжета режиме выживания думаю стопроцентно это будет ачивка работать потому что какие-то как-то понял они не совсем вроде как связаны с режима выживания здесь ачивки и так далее на и наоборот в общем я к чему это к тому что у нас есть сейчас как раз такие все ячейки заполнены да и у нас практически даже многие вещи в стопроцентном состоянии от варежки они стопроцентные обуви на стопроцентное то есть принципе редкие такие сложные вещи у нас стопроцентные я предлагаю час я чинил всю одежду тут принципе то раз два три четыре то сколько тут 810 где-то там где-то штук может 15 этой токами потратить да если все будет с первого раза чиниться и я отчиню это все одежда 100 процентов и на мочевку дадут а почему бы нет почему бы нет раз вас такая ситуация нас просто ткани много да я помню там ее можно отдать неплохо звера 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 зверолову но тут 23 у меня с собой блин да это даже много еще здесь есть ткань вот десятка то есть соответственно сейчас я это все забираю тогда да уйдешь уйдешь чувак так соответственно это все забираю тут я видел у меня набор есть вот он сломанный так и сейчас сегодня сломаем все я предлоги короче отчините с одежды получить ачивку опчу бы нет на халяву того кстати вот смотри еще занавески можно папа это поломать мари его сразу две ткани чем не экономить ее правильно тут занавесок знаешь чтоб в этом доме 6 минут все таки да это вообще ни о чем в общем сейчас я чиню и смотрим получу я чеку ты рак собственные дачи не вы уже вещи там осталось у нас чего там нас устал еще почти нас осталось пить носочки последний вообще через эту менюшку очень неудобно ремонтировать каждый раз выбирает там туда у короче неудобно и спутаешься вот здесь стало легче намного в инвентаре это делать пыль на ее только сочинил по моему да это было стопроцентно ты понял она уже подломалась предыдущем кадре по моему на счет сто процентов было ты понял они прям ой блин это знаешь надо было это наверное знаешь чтобы наверняка она была снять одежду все еще с чинил еще думаю блин она сейчас я чиню мне же время уходит по полчаса по 20 минут там по часу может рукавички какие-нибудь поломаться на день наденем процента мне их зачинить нечем или обувь так ну собственно давай быстрого пока там реально вот лишь 38 минут а вот время требует а за это время одежда как бы типа изнашивается ваш нам не одета был весь снять наверное все потом уже чинить и собственно получаем отчим до это достижение следует моде мы модники с тобой по ним и просто модники мы ходим стопроцентной одежде гламурный отчиненный просто до блеска вот так вот вот так и сколько у меня там осталось сколько осталось материала о 20 осталось ну и отлично отлично лично я думаю даже знаешь что народ давать не будем зверолову потому что в принципе локацию мы все обнесли да больше то ткани особо то и нет я на радужу шторы всякие поломаю здесь а у нас еще по моему точно я поднимал вспомнил сейчас я же поднимал спальнику мне там спальники с 2 настолько их нужно до 1 вот можно разобрать это я вообще починил бы на самом деле а почему бы нет давай-ка его причине будет стопроцентный да ты охренел что чувак прикинь две ткани про про это самое работе сейчас ночь начнет сейчас наверно перестань чинить нормально все зачинил пока это я разберу вообще действия собрать полтора часа давай потом когда-нибудь займемся этим еще шторы лучше разбираю все-таки данный может немножко забодяживают ткани хочу хотел сказать может к не отдавать и зверолову потому что потому что у нас больше ткани то собственно нет на локации хотел я сказать теперь я понимаю что она есть да у нас всякие занавески можно разбирать в домах и прочее прочее я думаю у нас много где это еще осталось подобных ништяков ладно в общем займусь всякой фигней потом спальник разберу и ляжу в лягу ночь посплю собственно с утра и встретимся и умыться тилкой лично лично просто обязательно собственно ночь прошла неспокойно у меня очень очень неспокойно я бы сказал потому что я съел кусок там волчатину был шкафу такой 30 по моему процентов что лигу этот самый как это называется качество короче он траванулся мой чувак это же не стал показывать это же видео как как он травится короче траванулся он а хрень откуда чашка травяного чай стоит еще не заметил что вот я слепень может еще чуть-чуть не заметил где-нибудь ты представляешь да чашка чая стояла я даже не увидел я глазами в общем там при пришлось чай рейш и принять кстати до последней чай рейш и о чем не чай рейш и больше нет так это самое я короче съел всю еду там еще до ночи как раз 10 часов он проспал как раз отлично утро настало как раз вылечился до часов 2 поспал чтобы совсем уже посветлево так собственно давай забираем мы отсюда все банки всякие чею они там весят понты все равно опять по 5 грамм там 50 грамм да ни о чем как бы так собственно здесь мы все забираем так мы сейчас движемся к этому к леснику к нашему или как его там зверок зверолову так часто внизу шкафчик еще чего не заберем да ух я бегать уже не могу а сколько то вес 40 из 30 до 1 нормально все путем так дрова я не буду забирать нафиг они нужны так что у нас здесь есть а здесь шкурки нас так шкурки сто процентов так кстати у нас еще кролика еще шкурки дверься вообще отлично зараза замечательно так высушенные кишки забираем и забираем газетами нахрен не нужно так металлолом если у нас металл да давай заберем пусть там валяется не знаю может что-то чинить чинить что-то будем там у зверолового нашего это прям этом какое-то время придется нам обитать любом случае так это я оставляю здесь так а чинилка у меня есть точилка чем чинить точить нет да у нас по этим инструментом что не хуже а подожди 7070 да а вот чинилка есть точилка а все отлично так эти лучше а так эти лучше эти 88 79 так и тогда свои сложу нише свои подубил уже когда ты прикинь и этот 70 вот отлично а вот спальник так и не разобрал так а вон килограмм целый весит а 10 10 10 10 10 тряпочек с него дается 10 тряпочек наверно а здесь тряпочек столько же будет весить а нафиг не буду сейчас полтора часа тратить до нас утра как раз настало у нас нет больше еды соеда которую у меня есть это вот тимофеев к 2 литра воды и я больше брать не буду мне столько даже много будет наверное так купить не хочет есть ты хочешь за за хавой меньше меньше тащить на 11 стебелек хотя бы у нас там полу 70 стебельков если не изменяет память есть еще у зверолова так а у кстати еще какую-то фигнюшку не разобрал 4 минуты вовсе на 4 минуты то вообще плевое дело да вот давай 4 минуты потратим разберем последнее полотенчика так ну все собственно погнали погнали к зверолу так волков не видно позорных позорников значит можем видимо спокойно отправляться как до сих пор еще следы мои кровавые только не же не кровавый тоже черные стали вот игра блин дает раньше такого не было то раньше такого не сохранялась здесь тоже вов личными нападал ладно пойдем путь держать я думаю мы пойдем знаешь как я думаю мы пойдем пойдем мы пойдем мы пойдем поедем мы поедем и помчимся мы поймчусь вот так сюда и потом вот здесь пройдем мне кажется так будет безопасней меньше волков сагрим там может и внимательен и если ты очень внимательный то может быть там заметь замечал там еще и я оставил в кишке кишки я оставил в этом доме на турбазе там но они еще не высохли короче они сырые поэтому я их специально оставил во-первых все равно нам шкуру щекрец удовольна много добывать оленей каким-то образом я так прям оружием все-таки дадут и мы тогда там кишечку новых наделаем я кишечки забрал какие шкафа сырые я не буду брать потому что они запах дают а нам запах сейчас не нужен поэтому пусть они лежат сохнут там когда высохнут пусть лежат приют там на полу ну фиг с ними это не такой лут если вам шкур какую-нибудь оставил бы это пищевского бы более не шкур плана забрать а это это мне пофигу на самом деле такая палочки зачем я подбираю палочки потому что палочки дают палочки дают нам отношения улучшение отношения джереми нашего звера звероубийцы к нам так что я их буду по дорожке по по дороге подбирать 42 килограмма я собираю очень очень много палочек ему подниму отношения этими палочками а что там такое валяется еще них нет а камень череда номера в общем здесь я волка убил до какой-то из прошлой серии серий а в прошлой даже так хотел сказать у волк нету камень опять короче да пойду туда и потом вдоль это вдоль края карты пойдем на зверолова добрались уже да как там постоянка макса или как-то там если я правильно помню называть круглая такая вот озерцо тут труп трупик лежит пустой вообще без всяких приключений тут есть она очень 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 сильно ухудшилась погода просто отвратительный отвратительный ветер очень сильная так принципе фигня полная волков никаких не видел вообще никого и не видел кроме кроликов за все время собственно того который по краю или около так сказать края карты ходил мышь его пристрелили в пол в прошлой серии да ты помнишь из ракетницы я прям мастерски ему на в харю и все и он готов вот и собственно там больше нет кому на нас нападать если здесь около домика зверолова волки ходить не будут то все нормально но они больше тут ходят в режиме выживания всегда пару штук но здесь дело в том что не мы не в режиме выживания в сюжете да а в сюжете нам сюда обязательно нужно а куда нам нужно в сюжете там у нас всегда открыт путь туда нам открыт и никто нам нет не может преградить его она наоборот волки преграждают нам пути те которые нам по которой нам идти на не нужно куда нам нельзя не нужно не следует следовать в общем ты видишь добрались без всяких проблем не особо много палочек кстати собрал в их как-то как-то не было вроде вначале были а потом и больше ни одной не видел за все время поэтому те края как-то не очень богатые на палочки мы потом будем у меня есть такая задумка я обойду вся крестница из окрестностей здесь на каком-то удалении да и соберу все палочки пока я буду собирать допустим начал слева направо там все 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 окрестности палочки да они как бы там через несколько дней то уйдет они отриспавниться опять здесь хочу за отриспавниваться опять же также по кругу да я опять начал их собирать и так короче пока не соберу и палочками ему не кидаю полное доверие ко мне, потому что чем-то другим накидывать ему доверие, блин, ну, шкурками, что ли, блин, ну, шкура оленя у меня только одна, и все. Ну, шкурку кролика могу одну пожертвовать, ему одну оставить, если вдруг волки порвут варежки, чтобы починить, да? Ну, можно, в принципе. Можно, кстати, кроликов подобывать. Подожди, а можно кроликов подобывать? Там вот много очень кроликов. Ладно, короче, я подумаю еще на этом. Ну, собственно, мы сейчас должны полечить его, это как бы наша задача, а потом уже будем думать, как ему доверие поднимать. Эй, старина. Эй, эй, эй. Эй, ты мне слышишь? Чувак, он сдох, наверное. Черт, слишком поздно. Ни живой, живой. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе-кхе-кхе. жил и ты все еще жив как тебя зовут джермию зовут же я знаю шок и зови меня джерми я был на дамбе нашел кое-какие припасы должно помочь припас лекарства ходила не припасы спасибо а то у меня все внутри адский болит что ты что-то нашел лекарства первой необходимости обезболивающие антибиотики и что-то вроде старых аропу ампул с морфи вашей спокойно надеюсь настолько больно не будет здесь один что тебе с того что ты вообще здесь делаешь только не волнуйся я просто кое-кого ищу всем тебе действительно стоит заняться так это придумать как убить этого медведя медведя скоро вернется и когда он вернется я подготовлюсь готов чему ты сесть и толком не сможешь этот медведь людоед если мы его не прикончим то я боюсь представит то что он способен мы я просто просто проходил тут мимо я к медведю ни при чем послушай незнакомец ты отсюда никуда не пойдешь нравится тебе это или нет у нас одна проблема на двоих если мы не убьем чертова медведя никому из нас не уйти живым да ладно чувак и всю локацию же облесные медведи твоего не видал не стращаешь больно сильно болит все болит просто ужасно но я выживу может хочешь что-нибудь посильнее обычных обезболивающих нет я до хочу но я буду в порядке ты вроде бы обрадовалась когда я упомянул морфий наркоман походу джерми морфий не это опасная штука особенно старый морфий вызывает зависимость и как будто ты летаешь не дергается такой лежит такой же головой такой что за история с медведем листоваря простая я и медведь мы пока счета не свели не свели счеты ага у нас можно сказать обмен каждый раз как мы встречаемся обмениваемся парой капель крови извращаться когда-нибудь это плохо кончится так и будет этого из нас жизнь вместо вас рассказать мне больше про это место чё не надо ничего это место знать я его знаю наизусть это окрестности загадочного озера она здесь неподалеку ничего особенного несколько старых хижин тут и там еще есть железная дорога турбаза вокруг озера закрыта не сезон и в сезон здесь вообще пустыня ты здесь один тоже прошел в общем да почти весь остров заброшен осталась пара поселений производство можно сказать нет изредка приходит лодка продовольствием с материка это единственная связь с внешним миром у тех кто еще остался на острове великого медведя довольно тихое место похоже мы уже привыкли мы с медведем из материка тебе не понять он с медведем привыкли милый броняц только тешится с медведем это у них так заигрывание так еще дамба один так это было один раздолбал сколько с медведем ты здесь один да все это место мое и много хочешь этом рыбу ловлю о хороший раз несколько месяцев спускаюсь к причалу руперта продаю покупаю что можно что нужно отсюда можно как-то связаться с другими например по радио нет зачем мне с кем-то говорить не особо любишь людей не люблю странно в таком диком первобытном месте видеть дамбу жадные люди пытались поживиться в этих местах похоже дамбу давно забросили две трясения пару лет назад положила этому нет разумению коляс даме трясения чёрт ты хоть что-нибудь знаешь житель материка наверное знал и забыл железные дороги трясина шахты гидроэлектростанция этот остров идеальный заповедник на промышленники разрушали его последние лет сто или кого-то около того ну в каком-то смысле это прогресс да людям нужны рабочие места им надо кормить семью уже неважно самотрясение положила всему этому колец и все меняется что именно разве ты не заметил после огней в небе мир затих видел огни в небе несколько видел начали гибели ческами назад а видов их у них часто бывает северное сияние вот прямо чтобы так этого я раньше не видел я пилот дальнего следования из этих огней упал мой самолет я чуть не погиб в аудиокатастрофе теперь нужно найти со мной был пассажир кобер надеюсь нет вышли к неоступной мельницам знаешь это место бесполезный городеешком несколько часах ходьбы к северу отсюда чуть неплохо ну да знаю такой приколист мне нравится вообще ты первая кого я встретил за долгие месяцы не видел я никого телефоны не работают сектор и боров отключились как думаешь как это связано со вспышкой может быть зверьё себя тоже странно ведет сном волки я их вижу чаще чем обычно будто бы они чего-то ждут чего же я не знаю но у меня на этот счет плохое предчувствие смотри ты может быть мы можем быть друг другу полезны не знаю мне нужно идти дальше искать друга у меня есть идея который поможет тебе в поисках но там медведь я валяюсь здесь тебе нужно с тебя нужно считать мертвым спасибо за поддержку что у тебя на уме медведем на хвосте это не выживешь и никого не найдешь я уже здесь я ничего не могу делать но я могу давать советы следуем и останешься в живых ружье стоит вот ружье этого опершись на эту на лавку я вижу его отдастся скоро и что с тебе с того мы это обсудим но сначала тебе нужно как-то защищаться да я уже видел ружье подай ружье так от респавнилась прям в колодке случайно неожиданно где субтитры вот чего я и боялась этого выстрел больше вреда ружью причинил чем медведь она сломалась да плохо черты извини у тебя есть другое нет другого нет но я знаю где можно его починить где вдоль железной дороги на юг то примерно вне пути будет сортировочной станции там есть токарная мастерская я с ними торговал если нужно какие-нибудь инструменты для починки пилот дальнего следования должен такое уметь я посмотрю что смогу сделать держи железной дороге береги старинные медведя если его увидишь прячься и молись чтобы он тебя не учуял нарывайся иначе мы погибнем оба я понял удачи пилот может из тебя еще получится мастер выживания короче блин субтитры опаздывают открыт достижения старый зверолов починили его наполовину вылечить совсем валялся теперь уже полу валяется как учили он готовится это самое блевануть ладно короче эти субтитры как-то за этот предательские опаздывают при этом причем там концу начали опаздывать прям уже вообще реально там я просто реплики многие но я как бы немножко английский хотя бы многие реплики просто на слух уже переводил озвучивал типа там лук там смотри там good luck удачи там обычно видят и заметно так в общем а чё нам надо то подожди это все очень хорошо так риск заражением вы это выполнили полностью починил ружье джереми твердо уверен что старый медведь еще вернется проблема в то что и ружья не вынесла и первые встречи со зверем вы абсолютно без защиты починьте ружье джереми надеть ремонтную площадку железной дороги и проберитесь мастерскую а где это такое к ремонт на это здесь что ли грузовая железнодорожная платформа при на не знаю какая еще ремонтная а вот смотри покинуть загадочного озера а вот же платформы так подожди это одинокую а в одинокую топ нам короче нужно семейная ферма старого спенса нет значит другое починил ружье а до сюда надо а через а дальше еще надо что ли железная дорога загадочного озера ремонтная площадка ух ни хрена себе нас куда отправляют ты понял нас отправляют то хрен знает куда вообще какая-то ферма есть да можно будет ее это посетить а подожди вот еще что радиовышка у они замутили блин да ты представляешь охренеть нас куда отправляют да это больше ничего нет тут очки нет больше ничего вроде нет а потом еще дальше куда-то про железки ясно все равно принципе не откажется свои задумки на 1 сначала набросать ему этой самой можно себя а блин с ним разговаривать нельзя а нет можно отлично такая история что за история а это было все ведь вместо дамба дим так подожди назад так подожди доверие больше ничего о чем задумался о чем тебя то готовом чуть и дать бы каких палочек так текущий довер десяточка отлично восстановилась доверие потому что мы его до этого воровали если помнишь вернее не воровали мы открывали шкафчики надо и когда воровали немножко так палка ткань т т т т т т т т т так отдать предметы так и отдаю во первых а сколько подожди этот повязка из бха от ручка не менее эффективно нет этого отдавать точно не было 28 палочек все-таки насобирал я да неплохо нет кнопки там передать все соответственно сейчас 28 до доверия ему ну давай она немножко ткани в 20 чеки оставлю да так и одну шкурку кролика я за хренать каю ему так это 8410 у него будет 84 до настолько хура кролика осталось дожди как крутить а вовсе так так тогда все это и остальное оставляю так короче вот так давай выбираем так 84 вот что-то появилась новая тут инструмент для выживания факела загадочное озеро загадочное озеро расскажи мне про эту местность что ты хочешь узнать побольше папа похоже чем больше я буду знать об этой территории тем больше у меня шансов выжить если ты считаешь что урок кровеведения тебе поможет то ни в чем себе не отказывай как говорится а у нера объекта кит на карт память удобренные уже все объекты на это открыл и так так факелы похоже вокруг загадочного озера полно волков а даже больше чем обычно подскажешь как ты с ними справиться ну помимо совета держаться от них подальше и стрелять если они подберут слишком близко счет стрелять муж чувак она с пистолетом этого который пить его ракетницами на мете динами я знаю где ты можешь найти старые факелы волка мне нравятся громкие звуки а волка мне нравятся громкие звуки про смех факел и они убегут спасибо инструменты для выживания ты неплохо справляешься для пилота но без хорошего топора или ножа долго ты не протянешь я пытаюсь их найти до вместе знаешь ты найдешь кузнечный горн и нужные материалы то наверно сможешь изготовить себе приличный топорик я слушаю рецепт пора смотрел кузнечный гор можно найти неподалеку от заброшенной фермы спенса у нас помечено уже на другой стороне топе там должно быть почти все что нужно я это блин а чё не мне маккензи показывает а говорит тот чувак блин запутай я как лучше я знаю кто из них говорит кого озвучивать другой стороне топе там должно быть почти все что нужно подставщики хреновы подставляют все да так это мы что выполнили для него это мы выполнены для него какие вещи предметы так это мы что получили так вы получили вот этих 3 до 84 дальше нам сколько нужно 125 информация газ картер вот штаны и обувь 175 схемы изготовления снежного укрытия не нужно формация сервисе они важны для понимания мира какие-то еще старые письма так 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 сейчас я посмотрю что тут может оставить что-то там забрать ирб ирб мы забираем потому что мне жрать не ничего они 70 60 здесь или 7 и составлял подожди либо сточил тут десяточку так давай кишки короче сейчас на паузу по это посортирую короче сюда посмотрю что чё чё куда и как так в общем смотри чё и насортировал покажу быстро ты можешь если какой-то экран тебе нужно повнимать или посмотреть можно ставить опалу посмотреть этот спичек по скидывал я конечно уличительное стекло оставил нам сразу возвращаться и так понимаю не раз придется к этому джерми поэтому пусть здесь от лежит она не слишком нужна в этом самом тут немножко лекарства выкинул немножко чашечек два шприца себе оставил остальное что скинул скинула одежда тут ничего мне оставлять тут немножко это ирб все-таки положил сюда отложил 5 килограмм 100 стеблей тимофеев ведь над себе взял и писал буду час около домика этого крутится я всегда могу открыть еще добавить и стеблей собственно есть то больше нечего ирб остался стебли все и трындец нечего так починил инструменты кстати я все забываю их почистен два часа чиниться очень долго сейчас ночью делать мне хрен поэтому спальник тот разобрал факела тут немножко скинул огромное количество наборов для шитья сюда сбросил крючки да чувак что-то не крутишься и ты прокрутка себе это щелкнуть надо этим пока не чинил топоры и ножи на фиг не надо кстати пистолет уже 76 процента очень даже подломался довольно таки остальные на минуту так кишечки сейчас объясню зачем место положил до деревяшки это самая 10 ткани сбросил сейчас я еще 10 тканей забаху и нашему джереми так все остальное так остается значит 10 тканей еще джерми от джерми отдаю так так отдать предметы ткань это спальник я разобрал да у меня еще 10 ткани соответственно прибавилось она нам как бы принципе лишняя такая ткань так 114 ничего нам не дал потому что потому что там надо 120 чем-то по моему да да следующую 125 сколько 114 десяточку 10 палочек собрать то по сути по ходить так зачем я взял шкурки я подумал мы можем очень неплохо ему на бабахать доверие доверие шкурками кролика нам даже сушить их не нужно нам просто просто нужно их это самое так я предлагаю чего я предлагаю сделать капканчики до капканчики показала своих 3 капканчика длина это конечно хорошо и удобно с камнями бегать за кроликами ну блин я поставлю капканчики да потом на следующий приду и соберу тушки и опять переставлю капканчик если же не приду опять соберу тушки по у каждым чуть ли не можно собирать эти тушки зря инструменты чинился за 5 придется ломать надеюсь сильно не ломается собственно я сейчас 3 капканчика изготавливаю сколько один процент все лишь тратится инструментов а да пофигу 97 будет после изготовления капканов и я на следующий день пойду их короче я сейчас предлагаю пока если конечно медведь не ходит рядом прям жерем если тут не обитает и нам как бы не не будут толкать нас прям выдавливать прямо сейчас примудись прям срочно идею этот самый добывай добывай чё там добывать на оружие починить хотя нам рудет один ружье подожди уже должно в инструментах на работе оружие до пистолет тут одирует и собственно подожди что за бред она здесь да сюжет найти поищу а ты понял не так это мы читали так это мы читали сломанная дружи джеремин же специальные инструменты проверить ружьишка ружьишка так ладно а в общем ты понял я на следующий день короче я предлагаю если это смогу сделать попробую сейчас им полностью набить полностью набить доверие нас ну на максимум короче получить все плюшки получить все там фигнюшки кстати а что нам там он говорил про всякие разные штуки и вещи но что-то пометил у нас на карте осмотри оба ты ничего какой-то тайники окружу прям рядом с домиком зверолова отлично следующий день подберем его это даже может сюда схожу принципе не так далеко по дороге палочки буду собирать очень много палочек можно будет собрать и будете отлично бралками про не закрыт потому что сюда нам не нужно ходить нам нужно вот сюда ходить поэтому здесь скорее всего какой-нибудь закрытого посмотрим мы это или медведями теперь теперь медведями возможности закрыта будет отчет он больше нам ничего тут не пометил хотя что-то много какие-то плюшек вроде как давал так это вот кузнечные кузнечные чертежи он там подсказал но я бы так туда получается как бы зашел бы видимо да а еще что-то читаем еще по моему говорил какой-то еще третий объект а здесь что-то наверное да нет это у нас было короче не знаю вроде как три плюшки давал подожди а что какие плюшки нам давал то блин информация загадочном озере там скорее все тайник это дал наверное или нет а нет места по этой тайника а это вот на 1 а со старыми сакелами он что там говорил тайник какой-то а это самодельный топор да это тот ферма там как какого-то чувака целом другой локации на перейти нам нужно а вот что эта информация загадочном озере он дал а возможно отдал как бы это расположение всяких разных объектов типа там вот не знаю какой-нибудь зона ловушек там он открыл нам да просто мне это не ну мне все открыто поэтому вот для вас нового ничего абсолютно не открыл да правильно правильно я думаю это так в общем хорошо тогда тогда так и так так и поступим здесь на пойду с утра поставлю капканчики лутану этот самый там тайничок который у нас от рядышком и пойдут палочки собирать палочки собирать кроликов собирать и так далее того подобного поднимать ему доверие кстати подожди в кровати у тебя нет рядом прикормить блин я ходу спальника это со мной придется ничего делать придется придется как сюда около костра будем спать так собственно я так понимаю где-то наверное в этой горе а вот это горе в этой горе тайник у нас обозначен да у нас в этой горе файлики обозначить валяется факел как я говорил старые факел но они у стопроцентные я боялся не еле живые будут так 3 еще во еще содовая для счет лично еще огонь да это правильно этот камень сразу рядом рядышком тут с ним и счет палочек под собрал по дорожке так теперь сейчас пойдем блин погода испортилась вообще вообще жесть вылета на что-то стать читающий больной чувак у тебя 31 килограмм из 30 даже так свободы никогда не был ты можешь и тебе прыгать тут по снегу и кричать от груза моего я уже сложил блин этот шкафчик он перегружен как 40 килограмм таскал то и был не перегружен тут 31 из 30 уже все перегрузился твою мать предатель хренов так вы короче туда вот это угон я олени там дерево такое поваленное на белофоне очень хорошо видно на фоне снега там я расставлю капканчики нашей нашей капканчик это как а как ставить подожди действия в лагере или к а вот да точно действия в лагере действия в лагере до в наставить капканы и я их там поставлю так подожди а здесь нет кроликов раньше кролики здесь были подождешь кроликов видел они да они я там эта штучка кровавая полянка тут нет кроликов больше да все я понял в другом месте вот где-то дерево одиноко торчащая и там трупик еще лежит вот там по моему кролики до или они исчезли типа снег сильно не ходит должны 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 быть час сейчас в общем буду искать кроликов на полу бегают уже где-то не глючит в общем что-то я не понял где кролики все подевались так ощущение просто их карты 8 еще посмотрел ветку можно ветки можно разбирать на три вот этих веточки до за пять минут то есть пять минут и плюс три доверия нашему джеремида очень неплохо замечательно вообще замечательно то есть пять минут и кросс три палочки вот сейчас еще три палочки уже 6 доверия джереми поднята да это шумбай ой прям ой прям кладезь кладезь прям палочек ой такие сразу и можно разломать и вот там дальше посмотри посмотри сколько это то каждая будет разломаться на три палочка раз два три четыре вот там пять ой блин да я сейчас этих палочек ну лутая почему на цыпочках пробирать потому что есть волк ходит по вот с этой стороны за пригорком я даже иногда слышу его шаги таких по снегу еще на сейчас мы сейчас короче доверием накидаем палками блин вообще не проблема короче от не понял знаешь что только десна и где кролики сиделись там вообще кролика нигде не нашел хотя я не помню меня конечно возможно глючит и по моему там кроликов были были кролики там везде ходили их нет я такой даже мысль была может их отключила играть и познаешь ну как бы чтобы я сейчас кроликами этими собственно ты почему эту палку не могу разломать так вот подстава это могу очистить заглючила и что ли в общем может играю отключила кроликов чтобы как бы я не поднимал имя быстренько доверия джереми ну наверху кролики до базари закопалок здесь вниз еще спущусь к этому как же там называется к замерзшим ручью там кролики точно были это точно сто процентов помню там его замерзшего ручья и там дальше кролики были если волков правда нету я посмотрю короче ну пока я здесь палок час этих на лутая наверно сейчас их на лутая столько что ходить не смогу уже 43 штуки ха прикинь уже на 43 доверия поднимаем то есть 43 уже плюсом у меня идет и я еще тут у тати не перелутать палки в общем в общем пока на паузе вот 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 входит видишь впереди на цепочках меня не должен учуить прям он вдоль туда туда сюда ходит от края как будет пройти я хочу вниз спуститься посмотреть может там кролики есть если сейчас не на замороженном ручей кроликов не будет значит игра их отключила потому что по сюжету нам хочет она выдавить короче дальше туда мы шли там этот ружье там находили и знаю и так далее короче поэтому капканы зря только делали по ходу ну надо их а мне просто очень любопытно хочу это даже просто проверить есть там есть кролики их там поставлю капканы тогда в принципе единственно волка по-любому не хочу нарываться потому что блин они одежду сейчас и рвут на ткань не хочу раз расходовать на починку одежду из этих дебильных этих волков кстати сколько я там собрал палочек то где это находится 56 пола прикинь прикинь это короче здесь дошел походить здесь кроликов не нашел и вот так короче прошел вот по чисто по вершине то вот холма короче и все 50 полок как в кустах нормально плюс 50 доверия это целая оленья шкурка оленью шкурку отдавать да или вот так по пригорку пройти и палки полутать я думаю выбор очевиден ладно буду спускаться есть волка балкончик не найду и сагрю как есть неплохие новости хорошие игрок роликов не отключала не знаю почему там их нет хотя раньше были я вот шел даже сюда в начале серии сюда возвращался в домик и зверолова они же там по-моему ходили кролики так здесь кролики даже ходят даже не по ту сторону и по моему в там видела не ходят здесь сразу спереди вот видишь наглые такие негодяйки сейчас буду ставить капканчики и палочки соберу очень много палочек разбросана и последний вот так так уйду не буду их пугать пусть ловится там боли на в принципе середина дня только я в принципе отъевшийся может попробовать знаешь куда сходить сейчас было бы было бы попробовать сходить не знаю стоит ли я вот здесь нахожусь вот сюда дайте до тайника расстояние не маленькая но если по быстренькому пойти не особо задерживаясь на прочих всякую фигню кролики пошли ловиться уже в капканы я посмотрю какой-то кролик сюда идет капканом ниже прошел нет на это да надо уйти короче отсюда и вообще в дом там поспать а потом когда поспишь вернешься они короче поймаются ладно это мы сейчас туда сходим может быть обратно пути буду идти а кстати они может поймаются уже их заберу и поднесут в домик леса лесоруба этого зверолова много это конечно рискованно поход такое затея как бы не собирался позднее время возможно не успеют тематы вернуться обратно но более дай попробуем давай попробуем сразу тащим столько всего до столько столько сразу выполним этих самых прям 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 достижение выполнен целых а вот до этого я играл здесь кролики были по моему но в первой серии здесь на загадочном озере здесь я имею в режим ввиду в режиме выживаю этого сюжета странно короче ладно давай туда попробуем пройти надеюсь там волков нет так собственно и без всяких приключений добрался до лесосеки юноста ничок расположен д вообще ни одного не волка не видел никого и по моему здесь тоже нет никого это очень 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 замечательно и красным что позволяет идти по моему прошлый раз все сошел вначале когда а вон волк видел он уходит все-таки волки есть если по дороге там палочки такие же не разломал который по 5 минут требует потому что у нас время поджимает а вот собирать конечно собирать можно можно еще там два волка даже в ту сторону смотри их туда что-то проход закрыт там целых два волка лазит чего бы это вдруг а нам туда на рай нужно да это мир и тайник расположен где-то давай чуть дальше отойду а то я пока буду карту смотреть они меньше съедятся горится подойдут где же так нам 100 процентов не нужно чтобы они на нас нападали и всякое всякое прочее унесешь унесешь чувак так давай-ка давай-ка мы сориентируемся волки с очень далеко сориентируемся где этот самый тайник так это где-то здесь в на подожди дождь это в начале он где-то здесь это здесь он находится там что-то было полу я помню в записке что-то про бревна какие-то писалось как бы неудита в этих бревнах или где-то типа того где-то по моему здесь в начале точно хорошо что не и там где волки вроде как если я правильно понимаю карту в общем сейчас я все заглянула сюда идти в эти бревна если нет то значит дальше на паузе буду уже а вот ты понял это сориентировался по карте вообще обалдеть просто просто обалдеть сориентировался супер 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 можно даже не особо теперь спешить обратно домой почему потому что потому что у нас теперь есть еда нужно было спешить потому что мне не было еды а теперь у нас есть еда у нас полно еды так у меня есть одна идея одна идейка у меня есть я пока не буду говорить какая есть одна идейка у меня сейчас немножко здесь похожу полутаем уж палочки может камешки он еще камешки вижу и сейчас будем на самом деле возвращаться обратно но не так планировалось потому что я нашел еду собственно какая идея меня посетила мне пустил где то что сюда шел к лесосеке проходил мимо этого домик тут домик есть маленький такой там всяко всяко всяким хламом позапихать здесь очень много кроликов бегать перед ним собственно я сейчас их по добываю камешками а потом уйду в этот домик на ночь все равно скоро ночь при таком ветре он как раз дует там не в лицо я бы может даже не успею то вернуться обратно в этот самый куда нам нужно шуршит от ветра все так прям напрягает чувак что ты делаешь ой блин так приятности промазал короче сейчас если правда мне даст погода я тут этих кроликов побью если не даст погода то пойду сразу спать и завтра тогда с утра мы их подобываем в общем займусь их добычей потом по дороге обратно уже на следующий день мы снимем текст капкана заберем сами капканы и собственно собственно бегать не могу подними ты его и мать твою прикинь так он ужимаем короче не поднимает его блин я бегать не могу у меня бы огромный перегруз надо еще ближе короче кроликам под подходить чтобы их короче мочить чему были напряжена она буду на паузе это делать все я не могу подбежать быстро кролик очень прикол так собственно добыл я всех кроликов так у нас проблема с голодом так камешки я там последний камешком оставался я просто так его выбросил помочь штук пять кроликов сколько их добыл то 4 4 кролика отлично у нас там есть шоколадочка нас там есть баночка какого-то супа блин что-то ели перемещаюсь уже 49 килограмм ну да понятно еще против ветра у нас там страна состоясь стороны один точно волк есть там это перед перед за озером вернее ну как бы между там уже этим замерзшим ручьем и домиком леди саруба там зверолова у нас есть один волк мы его не сможем так пройти при таком уровне и таком уровне запаха да конечно но а я не помню то тут вот я туалетиками нет ходу лута мне даже зайти нельзя так собственно пойду наверное в этот дом да скоро ночи а по таком с таким перегрузом с таким этим саммара не дойду даже даже не знаю чем может пожарить кролик ватишь к не поменьше воняли вонять будут эти луне тут и кишочки шкурочки ладно в общем я подумаю чем не делать но скорее всего за ночую да и все потому что погода довольно таки мерзкая пакостная перегруз огромный ладно ничего страшно будем короче здесь нора ночевать скорее всего сейчас посмотрю еще так доедаю последнюю короче баночку супа у нас две их было напомню так и у нас совсем на краполях совсем совсем на краполях у нас пища чай предлагает а пока еще совсем не темно не стало я тут разломал пару пару вещей разломал тут короче кресло с него дают а шесть ткани если его разломать поэтому поэтому его разломал плюс еще получается древесины так я предлагаю там вроде ветра особо такого нет сейчас выйти у нас теперь есть древесина мне просто и не было теперь у нас есть выйти короче и пожарить эту крыльчатинку и и покушать и будет все отличность на следующий день мы спокойненько пойду они не будут и умеетом хп уменьшаться будет от того что чувак просто голоди он сейчас во сне уже проголодается очень 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 сильно так и защищен от ветра и защищен от всего если волки будут нападать вот так назад оборачиваюсь и захожу в дом шуршит ходит кажется это ветер ветер шушит так и так себя сам себя не подожгу интересно так вот так не должен точно поджечь так у нас книжечка есть там вот книжечку заклинакаем все и буду пережаривать час крыльчатинку и откушаю и лягу спать на следующий день с утра мы пойдем обратно возвращаться я так понимаю нас наверно даже хватает полностью ему сейчас вкатать на максимум доверие к нам между шкурок будет охренеть сколько у меня же 4 сейчас может еще три капканчика поймают что 7 да все хватит на районе палок там уже сотни наверно в общем посмотрим настало отличное отличнейшее просто утро никого не видно так доедаем и последний кусочек крыльчатинки неплохо она нам помогла за обеспеченным сучит рацион эти кролики так пить иди не хочешь я уже тебя напоил у нас там ткани теперь прибавилось да можно шесть тканей будет еще и нашему лесорубу отдать да тут тут хулиганил какие-то костры под дверью разводил у меня так там кроликов новых нет да и мне я думаю мне уже хватит этого количества самый главный прикол в том что от меня больше не пахнет да походу нет нет индикации запах меня то есть значит еще еда все-таки добавляют не некоторое некоторое количество запаха то есть даже приготовлены но еще не съеденная который лежит в инвентаре потому что когда я пережарил все мясо потом домой заходил у меня уже была одна девочка всего лишь а до этого я напомню было 33 единицы запаха было до этого у меня когда кроликов добыл и потом когда разделал соответственно тоже с те же самые три были единицы запаха а когда я пережарил все мясо у меня осталось уже одна единица запаха то есть получается в некоторой степени еще одно читает мясо и от шкурок и от кишочек да а сейчас когда я его еще и съел все мясо то у меня сейчас вообще перестала и индикация то пропала запаха соответственно волк и меня не чует на запах мы отъедены не полностью но более чем достаточно можем сейчас походить еще веточки пособирать наверно да у нас 42 42 у нас перегруз 81 ветка прикинь 80 80 этих доверия холоп нафиг на тебе зверолову распишись 80 доверия класс вообще у вас класс класс да короче палочку и можно собирать под собирать ему но шкурками нара быстрее все-таки шкурками кролика по крайней мере наверно все-таки быстрее но посмотрим в общем сейчас возвращаюсь обратно сейчас проверю капканчики я вижу же кролики там бегают вокруг капканчика возможно не попались в капканчике воздушно попались это уже новый адрес помнились кого нефиг не понял откуда камыш вот что-то же 3 спалился тоже этот проходил накануне что-то я не видел никакого камыша или это я пропустил прошлый раз вообще живем шикардос еще два ком 2 камыша не нашел холода не умрем ладно наверно пропустил когда вначале утолк так по ним с капканчики проверять так что-то я не знаю что там нужно делать еще с капканами что-то как-то они что-то не сработали они вообще никак стояли так стоят кролики давай хоррели что ли давай заберем это просто сюда здесь неудобно сюда ходить там через волка да потом возвращаться этими кроликами от меня пахнуть будет он на этом согреться покусает одежду порвет будут тратить этот копьем материал на починку одежды нафиг такой надо все-таки может там появится кролики там рядышком с домиком зверолов где собирался изначально капканы с тайтами их поставлю есть не появится на чтение нигде их не поставлю вот и все все идем возвращаемся обратно по дороге тайм тайм палочки не забываем что там где-то впереди волк будет желательно его не агрить не тратить на него ничего не тратить на него читая попадут веточки всякие разламывал по пять минут затрачивая времени что-то как-то стемнело прям как-то стемнело туманная на сейчас будет да топорик уже подломал 40 процентов но ничего страшного абсолютно так мы нам туда надо главное не терять направление по краю по краю пойдем-пойдем и волка волка мы обойдем пойдем пойдем-пойдем волка мы обойдем почему-то бар не страшно что он 48 процентов сколько там 40 уже на 30 процентов теперь то мы будем идти мимо практически ну не мимо но там будет несложно зайти на администрацию турбазы да поэтому я чинивать этот топор подломанный не буду нам его более чем хватит уже здесь а сейчас нам сейчас мы просто задвинем репутацию или как там доверие лесорубу нашему дровосеку зверо 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 дёру на сто анал короче на максимум и сколько там нужно все кружки получим и мы пойдем собственно туда куда она у нас отправляет чинить ружье да потому что как бы нам мне самому нужно как бы починить ружье я бы не отказался почему да просто даже потому что у меня осталось только тимофеев к вся лотаться локация за залут она полностью да даже все тайники так понимаю нам есть нечего будет то есть у нас тимофеев ки там 100 стеблей да но насколько и хватит этих ста стеблей дней на 5 может а дальше что дальше все голодная смерть то есть добывать животных я не могу я их не могу не стрелять ничего делать то есть кроликах одну на кроликах не проживешь на кроликах это очень 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 скудно скудные калории с этих кроликов поэтому все это ерунда эти кролики поэтому все равно идти на дружио чинить и там на трубазу я зайду и заберу топорик который там 70 процентов по моему и мой изначально который изначально который смеет она со мной приехал просто он был чуть подлома не того что я находил там короче лежал в ящике поэтому я свой посложил там на трубазу ну короче ты это видел в этой же серии поэтому зачем я буду этот чинить то тратить точильник я заберу тот который там очень даже неплохой а этот сломанный там на 30 процентах я оставлю там поэтому не пофигу на топор все равно мне два их не нужно а к тому же мы кстати вам скрафтим же еще такой топорик самодельный плевать знать знать бы с чего он крафтится но при бомбе из металла будет крафтится вот найду или там металл это чтобы сразу двух зайцев убить потому что он нам там же рецепте найду на топор там же где я буду практически делать края до 3 починку ружья поэтому сразу бы убить двух зайцев то сделать и это и все сразу бы и штаны потому что изолене вушку скуры бы сделать но в общем посмотрим вот еще палочки смотрите спрятались от меня в общем то мы вернулись без приключений то сейчас еще пособираю похожу погода так и не ухудшилось окончательно и мы пойдем туда пойдем туда повышать доверие на максимум нашему зеродюру так все и отъелся еду взял шкафчики отпился здравствуй нас зверо звероубийца звероистязатель не как как давай тебе накидаем давай тебя накидаем так 114 доверия значит во первых и тебе еще шесть ткани забодяжу да выбрать окей 132 так дамба картером давай сразу что ты знаешь о доме достаточно чтобы необходимости пробраться сквозь нее там настоящий бардак странное место для дамбы до местные пересказывали разные слухи острове великого медведя такое постоянно происходит просто еще одна компания хотела быстро срубить денег и все все а так журнал что-то обновлен подать что знание какие-то какие знания какой-то квест дополнительный дался мире что а вот что добавилось а вот еще смотри вот это мы читали до из разлухи и город мертва это нам бабка давала а вот это это мы тоже читали а вот это он новое нам дал загадочный острове окрестностей гаскарт он давай поиску почитаем если не хочешь что слушать перемотай минут минуты на три-четыре вперед район загадочного озера высокогорная долина со средней высотой 1200 метров над уровнем моря названное в честь огромного озера озеро занимает большую часть территории в юго-восточном квадранте горы расположились на западе и юге региона в предгорьях внутренней гряды острова растянулись к северу и востоку регион разделен пополам участком железной дороги север юг регион представляет собой холмистую местность густо покрытую лесами и славится изобилием животных средняя температура высокогорный город достаточно низкая из-за значительной высоты над уровнем моря а ночи здесь одни из самых холодных на острове для местности характерны сильные снегопады район загадочного озера популярное место для летнего отдыха среди туристов и путешественников однако зимой большая его часть становится недоступна подножия гор нет крутых дорог крупных дорог связанных регион связывающих регион с другими зонами острова в это время года сюда приходит лишь энтузиаст и жаждущий отправиться в долгий непростой поход к причалу руперта за годы суровая непроходимая местность успела стать и благом и проклятием до прокладки железной дороги в 1930-х годах район был преимущественно диким и нетронутым малое население не способствовало созданию инфраструктуры проект который мог связать район загадочного озера с дополнительной сетью магистралей между несколькими горными долинами был заброшен из-за геологической нестабильности скал и крутых гор постоянный риск оползней считался угрозой для проекта поэтому работ над ним была прекращена уже после нескольких километров положенной дороги в 1960 амбициозный промышленник ричард картер выбора выбрал район загадочного озера для строительства новые гидроэлектростанции чтобы обеспечить электричеством шахтерское поселение в соседней долине вместительные водоносные слои а также горные ручьи каждый год служившие каналами для весеннего стока обеспечивали озеро неиссякаемым источником воды наделяя это природное водное хранилище неограниченным гидроэлектрическим потенциалом однако в 1960 году в 62 году была построена лишь небольшая плотина удаленности сейсмическая нестабильность района сделали проект нерентабельным на сегодняшний день единственным способом добраться до загадочного озера из других долин помимо железной дороги остаются поход походные маршруты проходящие через горы зимой эти тропы часто становятся недоступны из-за сильных морозов и снегопада кроме того дикая природа так и осталась незнакома с человеком поэтому угроз со стороны зверей вполне реально зимний период туристам и путешественников советуют воздерживаться от похода в этот район а также просят складывать еду и мусор в герметичные контейнеры чтобы не привлекать медведей а вот походу джереми не складывал мусор герметичные контейнеры поэтому медведь к нему пристает постоянно пытается терроризирует его место без карта в 1960 годы на реке картова была построена малая гэс строительством и финансированием электростанции занимался промышленный магнат ричард картер станция должна была обеспечивать электричество небольшой катерский городок который планировалось построить рядом сожалению череда неудач и эсмическая активность повлекшая собой смерть низких рабочих закрытий шахт и резкое падение цен на уголь и медь привели к банкротству и картер был вынужден забросить почти завершенный проект в 1960 1980 извиняюсь годы было предпринято несколько попыток модернизации гэс и и последующего запуска но изменения в климате и гидродинамики загадочного озера также общественное давление в поддержку парка загадочное озеро привели к тому что к концу 90-х газ картер была окончательно закрыта трудовые конфликты и деятельность защитников пружащей среды называвших себя лесными ораторами закончились эвакуации сотрудников станции в целях безопасности небольшая группа рабочих оставалась заперта на плоти несколько дней прежде чем их спасли сообщение пострадавших не было однако инцидент послужил очередным стимулом для лесных ораторов продолжить борьбу против запуска газ и дальше защищать остров великого медведя от чуждых им попыток исследования и урбанизации вот экологи что творят да учу творят экологи чё творят этологи можно прочитать огонь огонь дает тепло но это мы знаем что дает тепло так давай дальше такую историю короче дал этой грязи да и все до чем задумался задумался когтей палки передавать сейчас буду щелкаться задолбаюсь сколько там палок то у меня сколько у меня палок то 133 палки ты представляешь а подожди ему сейчас накидаю почти в максимум да давай короче я на паузе буду щелкаться так заканчиваю подожди 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 наверное даже лишние разошелся расщелкался остановиться не могу так палка 133 доверия прикинь вот одни сутки буквально игровые потратил то есть даже не сутки один денег то есть прошлый день же пошел с утра обошел тут прошел туда туда сходил сегодня вернулся она сегодня там чуть-чуть еще подобрал но может палок 20 не знаю вот то есть короче сутки страти вода сутки можно сказать стратил похода 133 доверия палками прикинь все сразу на открылась двести шестьдесят пять подожди а сколько нужно сколько максимум у него двести шестьдесят пять мне по-любому сейчас я все ему закидаю так нужно нужно триста семьдесят пять а есть здесь опять то что мне нужно еще сто десять палок сто десять палок я могу палками ему могу палок ему накидать кинуть ему палку могу и он будет полностью доверять так подожди укрытие снаряжение из подручных средств это снежное укрытие давал дал мне похоже здесь погода может меняться в любой момент поле ты еще ничего не видел подожди когда сюда придет метель если она поймает тебя снаружи может с водками бродить по кругу ну или пока не качаешься честно говоря не хотелось бы хорошо если другого выхода не будет выкопай яму снегу и похоронить там себя так снижение из подручных средств кажется твоя меховая куртка очень теплая сейчас он даст нам рецепты на олень олень и всякие шмотки так и есть медвежья шкура отлично ощущает от холода и непогоды ты можешь себе сделать такую же кстати я понял почему медведь ему пристает потому что находит в медвежьей шкуре чувак да ну а нужно только убить медведя ясно если ты не готов выйти на медведя приличную одежду можно сделать из оленьей шкуры гибкая и неплохо ощущает я запомню так и тебе еще 110 надо накидать до шкурка кролика прикинь прикинь десятки не хватило на максимум прикинь десятка короче с надо выйти 10 палочек насобирать там часы жуткий туман на улице я уже когда заходил в домик там жутчайший просто туман спустился то есть не зря там небо все потемнело и так далее блин чувак 10 доверия подожди тканью может тебе накидать к не давайте на ткани накидаю ничего страшного вот все потрачено великий медведь так что за великий медведь а это остров великий медведь ты долго здесь живешь это неважно пилот ну раз уж я здесь застрял мне бы хотелось знать чем прих придется столкнуться у этого места есть своя история о которой черваки и чего не знают я уже понял похоже для тех кто здесь не живет великого медведя не существует я думаю люди закрываются своим собственном мерке похоже на то ты хочешь понять почему место не любят чуваков да хочу она дал нам это почитать почему не любят так старые письма я хочу чтобы ты кое-что для меня сделал прежде чем покинешь загадочное озеро что именно мои старые письма я не хочу чтобы кто-то их нашел какой сентиментальный да зверолом неужели роман по переписке умник маккензи я серьезно это письмо важные для меня ладно ты хочешь чтобы я нашел их принес тебе не просто сожги будет лучше ладно вздумай читать поверь стоит этого делать понял найти и сжечь а где не моем старом схроне даже скорее бункер бункере такие слики на этой локации бункер но он сейчас даст он наверно этот на указание дит бункер находится зачем тебе здесь бункер нужен советские письма можно взять оттуда все что тебе понадобится в натуре бункер на этой локации существует видишь возможно он теперь но его как бы не было он теперь заспавнился только когда скорее всего как тайники я думаю тоже не существует пока так схемы разлокированные штаны и надежда также налога обновлен знания налога нам задание задали какой-то нам дал так это все то же самое так джерми на максимум все сделано так задание тоже какие задания а забыл переключается так тайное убежище жерем надеть секретный бункер видишь жерем рассказал вам секретном бункере в одинокой топе топе а так он не на этой карте он то дальше надо пройти к вам собственно сейчас и пойдем и просил ложечку и какие оставшиеся там письма вечные чертежи и найдите спрятать уже там чертеж будет топора и собственно и ружье мы попа починить тайники окружающих так подожди а я что лишь все выполнил а значит еще какой то есть к тайник потому что смотри тайники окружающих галочка не стоит такая вот вот как здесь видишь галочка стоит здесь когда мы все найдем тайники будет галочка помечена просто я еще про какие-то тайники не знаю хотя из тех которые я знаю я все блутал значит еще какие-то нам откроются возможно там в некой топе где-нибудь найдем топе там какие-нибудь эти записки там письма какие-то да ух ты из 2 2 2 2 истории разрухи но они коротенькие думаю стоит их почитать для понимания чего-то вообще экономическая какая-то ситуация и почему так все но не хочет читать на буквально минутку вперед промотай и довольство растущей экономической зависимостью от материка а также стремление избавиться от крема сырьевого придатка заставила некоторых жителей великого медведя перейти на по самообеспечения повсюду на острове начали появляться небольшие хозяйства отголоски программы сады победы действуешь на территории англии и канады в годы второй мировой войны отдельные фермеры и сообщества брали производство еды электричество свои руки некоторые из них были политически мотивированы и действовали в рамках новые идеологии это не были обычные огорода или хозяйства созданы с целью обеспечить нужды местных жителей это были группы бунтарей решал решивших дать отпор по вероятным экономическим оккупантам отрезанные от материка как экономически так и буквально жители острова великий медведь все чаще принимали сторону одного из двух псевдополитических лагерей с противооборствующими идеологиями те кто радостно соглашался на зависимость от материка и считал поставки припаса щедрой платой за использование богатых ресурсов бога богатого медведя и тех кто искал полная независимость от чужаков и считал торговлю с материком меньшим злом сохраняя недоверие к его представителям сторонники экономической политики материка критиковали владельцев садов победы за отсутствие патриотизма а ведь до разрухи никто не задумывался об этом понятии так себе все экономическое экономическое то что разруха разруха экономический упадок видишь у людей на самообеспечение перешли натуральное хозяйство и так далее и тому подобное короче всякое всякое такое это сам надо водички сделать потому что у меня водички там нет ни хрена 040 всего лишь есть водички надо на литр литра два собственно собственно мы полностью за 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 завершили прокачку нашего джереми нам единственное что остается теперь вообще тупо просто идти по его квестом куда нас посылает туда мы идем на 2 новых как бы локации таких я так понимаю не очень большие наверное но все же все же локации до туда идти и соответственно исследовать их находить нужные нам рецепты на чинить ружье мочить зверушек после этого и крафтить собственно то что нам нужно а нам нужно скрафтить обувь из-за линии кожи и штаны из-за линии кожи насчет что новый за ней кожи у меня вопрос могу ли двое скрафтить но сдвое то я по-любому их смогу скрафтить смогу ли их двое одеть вот чем прикол ну блин вторые будет обидно если вторые скрафчивать нельзя дети я блин потрачу на них три шкуры блин так очень много высушенных кишок надо кстати надо выбросить их кусок высушенная линия шкуры так 2 надо на сапоги шкурки и три на это сам блин мне об одну шкурку всего лишь бы я по уже смог бы сейчас сапоги скрафт прикинь тут немного шкур по моему раньше было в выживании там больше требовалось там 4 5 там кто не знаю может и столько же не знаем что-то помню просто что очень-очень долго и добывал добывал чтобы это покрафтить все хотя в принципе это тоже я задолбаюсь добывать по сути мне 4 штук руки надо еще у меня то всем это нужно 5 2 тут и 3 тут но у меня то одна имеется вот здесь шкафу шкурочка вот она так и мы сейчас сброшу я сброшу я да здесь буду я хранить это самое дело хотя можно теперь у него забыл кстати я могу теперь это спокойно у него свинину стырить потому что потому что его максимум его прокачал ты видел этого чувак ты тоже кстати ты тоже смотришь ту серию ты не видел этого не было так собственно мы следовали не все так страшно оказывается не все так пессимистично это даже стоило как бы его это самое за полностью прокачать уже потом можно было тут все тырить можно фонарь но мне это нафиг не нужно у меня там топлика много всего этого много у меня там нужно ли заправить фонари да давай мы короче блин все я никак могу сделать что хочу я хочу выкинуть шкурки я хочу выкинуть шкурки да уже и то где они блин не шкурки хишки кишку ртами нет шкурки все отдал шкурки эти кишки выбросили все пусть сохнут они нам пригодятся они нам будут нужны так капканчик я положил сюда они нам больше не нужны и вообще не нужны и какие-то не бесполезные почему-то они не работают эти крючочки тоже переложу шкафчик сюда в общем собственно теперь ожидает поход ожидает поход нас сюда сюда на новые локации идем сюда потом уйдем вот идем вот сюда наверно сюда мы пойдем сразу посмотрим что там за рецепты или чё там нужно нам и пойдем и пойдем уже сюда придем очень далеко очень далекий поход там не знаю там похода так домиков я понимаю особо нету нам нужен там особо ночевать нигде будет у нас есть теперь снежное укрытие вот она там она есть по моему из веточек крафтилась тип того короче ничего сложного вот а тебе спасибо за просмотр спасибо нашему зверо зверо истязателю связи зверодеру звероубийцы зверолома за то что он нам все дал все ништяки мы все почитали все посмотрели все рассмотрели спасибо еще раз тебе и до встречи в следующих сериях ты можешь лайкать дизлайк и подписываться отписать сделать все что и самое главное я забыл так почти забыл сказать спасибо моему компьютеру моему жесткому дискушен все-таки не отвалился позволю эту серию запись хотя не знаю может если я не смогу там монтировать как бы знаешь записалось да и уже исчезла в общем надо спасибо всем до встречи в следующей серии следующей серии везде до встречи пока